МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Формула здоровья». Меня зовут Евгения Августина. Здравствуйте, Евгения Владимировна. В новостях появляются тревожные сообщения о том, что фиксируется рост заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Соответствуют ли эти сообщения действительности? И почему именно осенью мы начинаем заболевать? Да, действительно, осень – это сезон простуд. Это все знают. Каждую осень мы сталкиваемся с простудами, с вирусными инфекциями. Это связано прежде всего с тем, что именно осенью активизируется механизм передачи возбудителей вирусных инфекций. Кроме этого, особую роль играет формирование новых организованных коллективов с началом учебного года. То есть это и группы в детских садах, и школы, и высшие учебные заведения. Ну, естественно, особую роль играют неблагоприятные условия окружающей среды. То есть холодает. Наши жители могут как-то не по погоде одеться. Молодежь особен. Молодежь особен. Вот та самая, которая кучкуется. И, естественно, иммунитет снижается, и человек может заболеть простудным заболеванием. А как эпидобстановка в Одинцовском округе сейчас складывается? Рост заболеваемости у нас зарегистрирован где-то со второй половины сентября. И, к сожалению, на сегодняшний момент еженедельно продолжает регистрироваться прирост заболевших где-то на 7-10%. Еженедельно. Цифры немаленькие. И в наше лечебное учреждение Одинцовской областной больнице ежедневно с признаками простудных заболеваний обращается где-то 50-60 человек. В основном, конечно, это детки. В основном, организованные дети, посещающие детские дошкольные учреждения и школы. Причем школьники в основном младшего школьного возраста. У тех, кто постарше, видимо, иммунитет покрепче немножечко. Ну, да, конечно. А какие штаммы гриппа будут циркулировать в этом сезоне? Чем они опасны? На основании актуальных данных по изучению циркуляции штаммов, характерных для этого эпидсезона, установлено, что будут определять эпидемию гриппа в эпидсезоне 2023-2024 года вирусы гриппа типа А, H3N2 и вирус гриппа типа А, H1N1. На этом фоне не исключена циркуляция вирусов гриппа типа Б, но это будет в виде отдельных локальных вспышек, то есть не будет иметь особое эпидемическое значение для формирования эпидемии, скажем так, вирус гриппа типа Б. То есть мы ожидаем вирус гриппа типа А, H3N2 и H1N1. Чем они отличаются друг от друга? Вот, скажем так, болеющий человек может понять разницу на себе или это только ученые врачи? Нет, практически ничем. Это касается только диагностики лабораторной. Какой конкретно штамм? А в принципе для всех гриппов характерна одна и та же клиническая картина. Еще новое слово появилось, да, и в ленте новостей, и люди между собой обсуждают пирола. Новый штамм коронавируса. Чем опасен он, чем он опаснее тех, что были ранее? Пирола у нас впервые в мире появилась в августе. Сейчас он активно распространяется в некоторых странах Европы и Америки. В Российской Федерации случаи пиролы не зарегистрированы на сегодняшний день. Но, учитывая его контагиозность и в этом его отличие от предыдущих штаммов коронавируса, то есть это тот же омикрон, только его подвид, скажем так. Он более контагиозный, причем в несколько раз контагиозный, более заразный, чем все остальные штаммы коронавируса. При этом, когда он начал распространяться, было опасение, что он будет вызывать более тяжелые формы заболевания. Пока это не подтверждается, то есть, в принципе, есть и тяжелые формы, но они не столь значительно выражены, как, допустим, при первой, при второй волне ковида. В основном заболевание протекает в легкой форме или средне-тяжелой форме. Будем надеяться, что и заболеваемость ниже станет, и вот форму этот штамм коронавируса не изменит. Что отличает русского человека? Надежда на авось. Авось пронесет. Поэтому мы сидим до последнего дома, занимаемся самолечением, покашляю и перестану. Вот в каких случаях самолечение еще допустимо, а в каких точно нужно обратиться к врачу? Ну, прежде всего, если заболевание изначально протекает в очень тяжелой форме, обязательно нужно обращаться в медицинскую помощь. То есть, если у вас высокая температура, выше 39, если у вас сильная головная боль, выраженная слабость, дыхательные расстройства, вам тяжело дышать, стеснение в груди, сильный кашель, необходимо обязательно обратиться за помощью к врачу, потому что в этом случае вам понадобится специфическое лечение, которое возможно только в условиях стационара. Кроме этого, к врачу необходимо обратиться, если, допустим, у вас были признаки простуды, потом температура нормализовалась, вы почувствовали себя лучше, но затем у вас опять отметился подъем температуры и появились какие-либо еще признаки заболевания. Это говорит о том, что у вас развиваются осложнения после перенесенного гриппа или вирусной инфекции, и также вам необходима помощь врача. Можем ли мы самостоятельно отличить грипп от, скажем, такой РВИ обычной? Грипп от РВИ отличить, конечно же, можно, потому что там совсем абсолютно разная клиническая картина. Грипп, как правило, характеризуется тем, что у него острое начало. Температура поднимается в ближайшие час-два с момента, вот как человек себя плохо почувствовал, до максимальных цифр, до 39-40 градусов, и держится на этом уровне где-то, до таких значений держится где-то в течение 4-5 дней. То есть она трудно сбивается жаропонижающими препаратами, лекарственными средствами. В дальнейшем человек либо выздоравливает, либо возможны осложнения. Чем коварен грипп? Коварен грипп своими осложнениями. Особенно в группе риска – это дети младшего возраста и лица, имеющие хронические заболевания, лица преклонного возраста, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, мочевыделительной системы. Вот именно эти наши пациенты, они в группе риска по развитию осложнений. ОРВИ развивается, как правило, постепенно. То есть сегодня я почувствовала, что у меня, допустим, начался насморк, завтра появилась боль в горле, затем присоединился кашель, температура, как правило, не превышает 38 градусов, и время, которое необходимо для полностью выздоровления и восстановления, как правило, 7-10 дней человек выздоравливает после обычной ОРВИ сезонной. Мы уже неоднократно в этой студии говорили о том, что единственный способ защитить себя с более-менее серьезной гарантией – это вакцинация. Можно ли еще привиться от гриппа? До какого времени это можно сделать? Вы совершенно правы. Вакцинация – это самый лучший способ защитить свой организм от заболевания гриппа. Дело в том, что грипп у нас относится к инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики, которые относятся к вакцинации. Значит, вакцинацию необходимо проводить в предэпидемический период. Это обязательное условие. Сейчас у нас есть, конечно, определенная напряженность эпидемической ситуации, но пороговые показатели еще не превышены. Скорее всего, мы ожидаем значительный рост заболеваемости, согласно прогнозов, к концу ноября месяца с пиком в начале декабря, затем к концу декабря будет постепенное снижение. Поэтому в течение двух-трех недель еще привиться можно. Две недели необходимо для того, чтобы ваш организм успел выработать защитный уровень антител, чтобы защитить вас от заражения, либо от перенесения заболевания в более тяжелой форме. Особо хочу обратить внимание на то, что в первую очередь необходимо прививаться детям младшего возраста, детям организованных коллективов, то есть школьники, студенты, и взрослому населению из группы риска. Группы риска у нас бывают профессионального и по состоянию здоровья. Профессиональный риск – это наши жители, которые в силу своих профессиональных обязанностей ежедневно сталкиваются с большим количеством людей. То есть это сфера обслуживания, медицинские работники в первую очередь. Это работники, допустим, торговли, общественного транспорта. Учителя-воспитатели. Учителя обязательно, педагоги. Им нужно привиться в первую очередь. И пациенты, которые имеют тяжелые хронические заболевания, пациенты преклонного возраста, у них заболевание гриппа может казаться, к сожалению, даже фатальным, потому что он очень коварен, он приводит к значительным осложнениям после перенесения этого заболевания. Поэтому защитить себя можно только одним. Это сделать прививку в предэпидемический период. В ближайшие две недели. Очень часто приходилось слышать от людей, что мы не пойдем вакцинироваться, потому что прививают от одного штамма, вдруг придет другой, прививка мне не поможет, только вот зря иммунитет свой подсажу. Насколько эти люди не правы? Вакцины у нас ежегодно меняют свой состав. То есть предварительно проводится изучение циркулирующих штаммов, которые будут определять доминанту того или иного штамма вируса, который будет определять эпидемию, то есть на всем земном шаре в том числе. И согласно этого состава ежегодно проводится изменение состава вакцины. Поэтому нам в конце августа ежегодно в лечебное учреждение осуществляется поставка вакцины. Вакцина вся наша российского производства, разрешенная к применению. Мы ее применяем уже на протяжении последних нескольких лет. Это всем известные, я думаю, уже препараты. Это Савигрипп, Грипполплюс, Ультрикс, Квадри. Вакцины содержат в своем составе компоненты от трех вирусов гриппа. Это Савигрипп и Гриппол. И Ультрикс, Квадри содержит защитные компоненты от четырех видов гриппа. Поэтому не стоит переживать, стоит вакцинироваться, потому что вакцина сработает, можно не сомневаться. Но если вдруг есть противопоказания, человек не может привиться. Какие еще способы профилактики существуют? Лук, чеснок, мед? Чем обкладываться? Отдельно остановлюсь на противопоказаниях. Обязательное условие для проведения вакцинации – это визит к врачу. То есть врач осматривает пациента, измеряет температуру, выясняет его полностью анамность перенесенных заболеваний, хронические заболевания. Только после этого врач дает или не дает разрешение на вакцинацию против гриппа. Как правило, противопоказаниями к вакцинации является очень незначительный перечень показаний, при которых нельзя делать прививку. То есть это, как правило, сильно аллергические реакции на предыдущие вакцины. Все острые состояния, повышение температуры на момент обращения, обострение хронических заболеваний у пациента на момент обращения. В этом случае мы предлагаем пройти курс лечения от основного заболевания, и по истечении двух недель можно сделать прививку. Евгения Владимировна, насколько я понимаю, выросла заболеваемость не только гриппом, но и ковидом. Действительно ли это так? Да, действительно. Если летом мы видели единичные случаи заболевания ковид-19, то начиная с сентября месяца заболеваемость начала возрастать буквально в 10 раз. То есть за октябрь месяц это уже не единичные случаи, а десятки случаев. В большинстве своем, конечно, они протекают в легкой форме, либо в средней тяжести. Но, учитывая, что ковид, похоже, становится сезонной инфекцией, такой, как грипп и ОРВИ, естественно, существует повышенная опасность им заражения, заболевания. Поэтому, так же, как специфическая профилактика гриппа, у нас существует специфическая профилактика ковид-19 – это вакцинация. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.